Тим, а тренировку отменили из-за победы? Или как объяснили? Что значит отменили? Или она изначально не была обязательна? Надо понимать, что нагрузки бешены. И у нас, к сожалению, нет 12 человек в команде, которые постоянно играют. То есть мы так в ротации небольшой играем, и нагрузки большие получаем. Мы какую-то тренировку сейчас сделаем. И я думаю, что она не пошла бы на пользу. Сегодня спокойно отдохнем. Завтра с утра... Мы как бы сегодня собирались, у нас собрание было. Мы разбирали много вещей. Но завтра с утра побросаем, пройдемся. Ничего нового. Из того, что можно говорить для прессы, какие разобрали, что нужно исправить, или что наоборот было хорошо вчера? Из того, что можно говорить, все. Я имею в виду, что не надо. Из того, что можно. То есть того, что можно. На самом деле ничего нового я вам не скажу. Ребята не новые. Вы видите, что происходит. Просто играем и все. Но тот факт, что команда с каждым матчем пропускает все меньше и меньше, это приятно? Приятно, но, опять же, главное, не сильно что-нибудь заостряться на этом, чтобы потом, так сказать, как правильно сказать, чтобы не расслабиться, типа, а вот и столько пропускаем. Нет, надо просто продолжать делать то, что мы делаем. Если пропускаем все меньше и меньше, значит, мы все делаем правильно. Вот за твоей спиной сидит Андерсон, выражал. А про него Леброн, который тоже здесь вчера. Леброн прошел. Он вчера после матча Леброн сказал, ребята, говорит, чего вы от нас вообще хотите? У нас выбыли два участника матча звезд. Это он, видимо, про Кайри и Кевина Лава. Хотя Кевин Лав вроде бы не участвовал. Ну, может быть, да, уровня матча звезд хорошо, да. Ну, да, вот у нас, говорит, вы были два участника матча звезд и основной центровой. Вот тебе все-таки, как основному центровому сейчас, который играет весь плей-офф и финал, не задевают такие слова? Не хочется что-то сказать? Да, не задевает, потому что мы все равно все братья в команде. Не хочется, не хочется того, что сказать. Пока непонятно, что будет следующим, правда. Потому что, если бы Энди был здоровый, я, конечно, непонятно, кто был основной здоровым. То, что там, он плохой, или я хороший, или наоборот. Нет, просто это, скорее всего, видите и тренера. Ну, все-таки в команду, понятно, вливаться не очень просто по ходу сезона. Вот я слышал, что и даже у тех, кто с начала сезона, у Доловидова с Ирвингом сначала вроде бы были проблемы, сейчас они лучшие друзья. Как твой процесс проходил вливание в команду? Вообще хорошо ли принялись? И конкуренция опять? Мне даже дело не в конкуренции, а первый раз, вот я как прилетел в Сан-Франциско, кстати, между прочим, после того меня обменяли. А я себя почувствовал как новым, прям с первого года. Все ребята так доброжелательно ко мне относились, и меня так открыто приняли, что я через, наверное, неделю уже чувствовал, что я в этой команде год играю, как минимум. Поэтому для меня процесс вливания был в плане общения с ребятами очень-очень лег. Вот в плане баскетбола, конечно, заняло время какое-то. И у Стиля опять, ну, был баскетболь в защите и в нападении, и научиться играть с ребятами, их слабые и сильные стороны, не знаете, вот это, конечно, заняло побольше времени. Ну и то, что Блат, наверное, в команде помогло, разумеется. Вообще есть какие-то любимчики у тренера или нет? Ну, вот как-то он... Я не скажу, что у него есть любимчики, но мне, наверное, помогло, потому что, знаете, мы сколько времени провели вместе, и он, наверное, безусловно знает лучшие стороны, худшие качества, и, наверное, правильно это использует.